Кто не знает Святого Георгия? Он известен во всем мире. Обычно его представляют в образе воина, который сидит верхом на коне и поражает копьем огромная змея или дракона. Здравствуйте! С вами Валентина. Я сегодня хочу вам представить свою икону, которая нам досталась от родственников. Вот эта икона Георгия Победоносца написана именно маслом на дереве. И к нему, вот видите, на конверте лежит монета Георгия Победоносца. Я просто этим видео хочу не только показать эту икону и монету, а хочу обратиться к тем людям, кто в этом понимает или разбирается, почему именно монета, которая Георгия Победоносца, была сзади иконы на пластилине именно приклеена. Так она нам и досталась. Сейчас я расскажу об этой иконе немножко, а потом покажу ее именно, как она написана, как дерево сохранилось. А сейчас я покажу поближе эту икону. Вот видите, она такая вот икона, написанная Святой Георгий. Написано здесь, немножечко, наверное, череточина, точечки такие, вот так вот, с копьем, поражает змея или дракона. На обратной стороне иконы, здесь, как видите, где-то была прикреплена эта иконка, потому что планочка была одна, потом ее сорвали, уже другая прикрепилась, сделали другую планочку, чтобы лучше дала трещины, вот они, большие трещины, ну, ее, наверное, старались бить как получше. Ну, сохранили, потому что черветочинка и сохранили. Монета медь, диаметр где-то 32 миллиметра, вес 20 грамм, в центре Георгий Победоносец, поражает который змея, ниже надпись. Две копейки. На обратной стороне, в центре, вот видно, ЕП Елизавета Петровна. Вверху императорская корона, как видно, но здесь немножко очертание плоховатое. Год выпуска с одной стороны 17, значит, с правой стороны 57. Дубовая ветвь с одной стороны и справа лавровая ветвь. А внизу перевязана такой ленточкой. Вот такая вот монета Георгия Победоносца. Вот так вот была монетка здесь, прикреплена на пластилине. Вот так вот. Почему там она оказалась, мы не знаем. Вот такая вот икона нам досталась от родственников. Вот теперь мы хотели бы узнать, может кто знает, почему именно, вот именно к этой иконе Георгия Победоносца и была именно приложена эта монета. Об этом святом и его подвигах наслышаны не только верующие, но и люди такие светские, как и мы. Однако далеко не каждый знает, о чем нужно просить перед святым образом этого Георгия Победоносца. Образ, на котором святой воин вот именно повергает этого змея, сидя верхом на коне, олицетворяет собой истинное благородство, героизм, а также величие и воинскую доблесть. Таким же изображается Георгий Победоносец и на монете, которая вот лежит рядышком возле иконы. День почитания Георгия Победоносца 23 апреля. Если как воина, то почитается именно на 9 мая. Это образ. Значит, обратиться за помощью к этому святому можно. Кто желает защититься от врагов и защитить своих близких и родственников, он помогает исцелиться от множества тяжелых заболеваний и недугов, он исцеляет женщин от бесплодия, да и всем, кто к нему обращается, он, я думаю, всем помогает.